привет друзья с вами алексей и вы на канале крон я с большим огромным опозданием делюсь своим впечатлением от презентации где показали нам с вами battlefield 5 и на самом деле не жалею что делаю это так поздно потому что за эту неделю на которую я задержался на электроник арседайс вылили столько говна что я просто в шоке и сегодня мы именно это и разберем данный ролик будет содержать смешанное мнение я буду говорить непосредственно о презентации battlefield 5 о трейлере и а также фанатах которые отреагировали на этот трейлер ну как-то очень уж грубо очень уж предвзято как мне кажется те фанаты вот истинные фанаты battlefield которые себя вот считают те несчастные жалкие 50 тысяч онлайна которые остались у bf1 на сегодняшний день это вот прям отъявленные фанаты они просто какие-то говноеды очень много претензий к трейлеру battlefield и 5 ну просто каких-то предвзятых и непонятных кто-то говорит что нет геймплея но не показали нам геймплей на презентации ребята ли когда показывали тизер battlefield 1 разве вам показывали геймплей вот сейчас я на фоне вставлю чтобы освежить вашу память где там был какой геймплей и любой трейлер battlefield 1 будет по любому дополнению которые нам давали французской русской так далее нигде не было никакого геймплея это трейлер это тизер кому-то не понравилось что мол battlefield перестал быть историчным хотя действие игры перенесли во времена второй мировой войны но там творится какая-то ерунда какие-то крашеные мужик бабы и негр бегают и непонятно что происходит ребят а кто вам сказал что игра должна быть серьезная может быть хватит делать игру для мужиков мужиков то становится все меньше и меньше который играет в игру а в игры приходит школьники которые тащат мамкины деньги на которые будет развиваться наш с вами любимый проект ну и что что они раскрашенные ну как мне кажется с этим очень похож на с этим вульфенштейна где альтернативной реальности так далее тем более как правильно заметили продюсеры данной игры они не претендуют на историчность в отличие от тех игр которые делали до этого они старались соблюдать исторические какие-то каноны но посмотрев на опыт call of duty ww ты поняли что делать этого абсолютно не стоит поэтому скорее всего в обещанной кастомизации будут и коллиматорные прицелы еще что-нибудь я буду рад за это неужели вам хотелось бы играть по-прежнему в этот же самый скучный battlefield 1 которую вы играли последние полтора года где нет никаких нормальных прицелов нет нормальной кастомизации нет вообще ничего но вы посмотрите и оглянитесь на прошлый опыт неужели вам не понятно что сейчас делать так не стоит хватит быть battlefield у одной из игр на серьезных щах все это должно закончиться а кому-то не понравились краски мол все ярко мультяшной как в овервотче да и бог с ним battlefield 1 настолько унылая и неинтересная игра была с этой точки зрения что мне приходилось использовать цветокоррекцию и когда вы ну вы то конечно мои подписчики смотрели ролики по battlefield 1 вам просто замечательно нравилось то что я делаю с картинкой многие просили меня скинуть настройки света фиксы чтобы получить у себя такую картинку потому что эта картинка радовала глаз в отличие от стоковой картинки которая была под какой-то непонятной белой пеленой неужели и это вам не нравится как мне кажется это отличное новое что они все таки избавиться от всех этих серых тонов опять же посмотрев на опыт call of duty той же w2 той же black ops 3 и вновь анонсировано black ops 4 краски это то что хочется нам видеть в игре на мониторе серость жизни нам хватает жизни а в играх нам хочется развлекаться если вам нужны какие-то реалистичные цвета то идите в арму 3 пожалуйста играйте фанаты battlefield идите в арму 3 те кто называет себя прям ярым поклонником без вас как мне кажется станет легче игры также приписывают какие-то российские феминистические наклонности ему какого черта опять у нас главный персонаж женщины и рядом еще крашеный негр да и бог с ним я сколько раз вам говорил хотя вы меня называете жутким расистом которым я не являюсь просто не надо делать это так навязчивый как мне кажется в battlefield 5 будущем это не делают так навязчиво как в battlefield 1 ведь есть хорошие примеры в той же колде все это присутствует но почему-то никого от этого не бомбит где кто считает меня каким-то расистом и феминистом господи я обожаю фильмы blade где главный персонаж является чернокожий и там это не выглядит как-то по-расийски потому что там это все смотрится органично и наконец-то battlefield 5 они добрались именно до той самой золотой середины единственное что конечно меня прикольнуло мол какого черта в самом начале англичанка женщина убивает русского но потому что в трейлере четко слышно что он кричит по-русски кидая гранату и она его убивает когда это англия воевала с советами ну опять же возвращаясь к тому что игра не должна быть историчной возможно там будет какая-то альтернативная история посмотрим поживем увидим к самому выходу ну и также меня улыбнуло что у женщины протез и сразу я думаю ну первое что у меня назрела какая-то шутка странно что никто до этого не додумался что мол battlefield 5 можно будет играть и с такими клишнями вместо рук и как мне кажется было бы вообще смешно если бы разработчики поддержали эту идею и женский персонаж сделали бы каким-нибудь более простым что в освоении чтоб реально это был бы какой-нибудь нуба персонаж с клешнями вместо рук ну в общем поддержали как-то эту тему поэтому как мне кажется все эти визуальные изменения которые будут присутствовать в новой части battlefield это вдохнет в нее новую жизнь возможно что-то переделает и возможно судьба проекта не выйдет такой многострадальный как это было с battlefield 1 например да и даже с battlefield 4 его онлайн абсолютно не дотягивает до консольного онлайна в той же call of duty абсолютно любой даже у самой плохой версии infinite warfare был онлайн гораздо выше чем в battlefield 4 на консолях он по-прежнему есть если вы сейчас купить эту игру на консолях несмотря на то что эту игру просто захаяли фанаты call of duty ну а теперь немного все-таки стоит поговорить об изменениях которые будут присутствовать в игре это было такое прелюдия мое личное мнение против мнения фанатов battlefield а теперь поговорим трезво о тех фактах которые будут присутствовать конечно изменили физику тела как нам это пообещали и как нам это показали но мне на самом деле не сильно как-то в это хочется верить и мне кажется это будет не сильно играбельно делать все-таки из battlefield какую-то арму где ты будешь падать от выстрела гранаты господи поиграйте в call of duty ww2 когда там идет спам гранат оглушающих и когда вот там тоже якобы сделана физика тела когда ты оглушаешься гранатой ты не просто слепнешь но ты еще начинаешь медленно двигаться как будто бы в слоу-мо если какой-нибудь будет локер в battlefield 5 то есть какая-то мясная карта где будет спам гранат то вы просто будете действительно как кто-то заметил в группе вконтакте прыгать на батутах и надо все-таки это рассматривать как-то ну более глобально возможно какой-то первый делать чтобы тебя не откидывала ну чтобы была возможность как-то этом противостоять конечно в трейлере это смотрится весело но весело ли это будет играться непонятно кастомизация наконец-то будет полноценной кастомизация не только оружие будет кастомизация персонажа то есть будут скины скины будут абсолютно для всего для оружия для жетонов для самого персонажа я так думаю что даже и для вторичного вооружения то есть для side darmov и для ножей будет вообще в общем замечательно если сделают Все так же, как в той же Call of Duty, когда у тебя будут скины переделывать просто не только окраску, но и внешний вид оружия полностью, то есть менять мушку, например, какие-то другие элементы, чтобы у нас была возможность лицезреть несколько вариантов разного оружия разных временных эпох, например, ну ту же Мосинку, например, с разными вариантами мушки, что было бы круто, как, например, реализованы некоторые типы оружия в той же Call of Duty WW2. Нам обещают масштабные операции, в которых исход первого боя будет влиять на все последующие, то есть исход предыдущего боя будет влиять на все последующие бои, которые будут проходить. Если мы что-то сделали, выполнили какое-то задание, то, соответственно, противник будет получать либо преимущество, если мы этого не сделали, либо получать, наоборот, ослабление, если мы выполнили какое-то задание. Пример там простой, разрешают артиллерию в первой миссии, и, соответственно, в следующей миссии враг уже не имеет поддержки с воздуха, ну и что-то, в общем, в этом роде. Обещают нам строительство баз, то есть мы можем делать какие-то ограждения, я так понимаю Но это опять же, если вернуться к той же самой Call of Duty WW2 в режиме война Где вы можете строить заграждения, а противник может их разрушать, вы можете опять ремонтировать Возможно это было и раньше в других сериях Battlefield, но что-то я не припоминаю Хотя играл с 1942, но я был тогда маленький ребенок, может быть что-то и забыл Но последние острые и свежие впечатления от такого рода геймплея у меня остались от Call of Duty WW2 в режиме войны Если они перенимают эту хорошую идею оттуда и делают у себя в игре, то это в принципе замечательно Обещает нам вновь кстати кооператив, который был в Battlefield 3, офигенный кооператив Мы если помните, где-то давно подписан на меня с Анатолием Пархелия проходили этот кооператив И даже записывали и выкладывали его на канал в режиме сплитскрина Если кооператив будет и в Battlefield 5, будет замечательно Основная сюжетная кампания, как мне кажется, бессмысленна и вкладывает в нее деньги совсем неразумно Несмотря на то, что фанаты ванят сейчас на то, что в Black Ops 4 не будет кооператива Скорее всего не будет, там будут какие-то отдельные сюжетные миссии Тем не менее, кооператив в таких играх, как Телеги Пятое Колесо Да, кто-то в него поиграет, но по сути, как только люди проходят кооператив, они бегом бегут в мультиплеер Я, например, в Battlefield 1, в Battlefield 4 и в Battlefield 3 не прошел кампанию до конца Потому что она мне была неинтересна, первый час, да-да, побегаешь на картинку, посмотришь, лю не попускаешь А потом идешь в сражение для того, чтобы там встречаться с живыми людьми Стрелять по ботам становится, ну, абсолютно уже в наше время, в 2018 году неинтересно Также нам сказали, что премиум пасса не будет И все дополнения, все карты станут доступны нам в последующем абсолютно бесплатно И зато будут кейсы Но тут, как мне кажется, DICE все-таки нашли золотую середину Потому что игра, во-первых, стоит дороже Если Battlefield 1 стоил 2500 рублей, если мне не изменяет память на старте и по призаказу То Battlefield 5 уже стоит 3000 рублей Но при этом обещают кейсы или с лутбокса, не знаю, как они будут там называться Ящики, которые будут содержать только визуальный контент Скины, в общем, будут запрятаны туда И хорошо бы, если бы эти все-таки кейсы или ящики фармились точно так же, как в Call of Duty WW2 За выполнение каких-нибудь дейликов, викликов и прочих каких-нибудь заданий Потому что, если это будет только за деньги или реализовано так же, как в Battlefield 1 Когда вы будете крафтить какие-то запчасти и потом с них покупать кейсы Ну, это будет очень дико трудно и очень интересно Потому что в Battlefield 1, чтобы настрелять на один ящик, нужно поиграть примерно 5-6 часов как минимум интенсивной игры А в случае с Call of Duty можно запустить несколько заданий параллельно То есть дейлики, виклики и общее какое-нибудь задание, которое не ограничено по времени И параллельно их выполнять И спустя 5-6 часов вы можете себе нафармить порядка 5-6 кейсов И там, как мне кажется, это очень хорошо сбалансировано Я наиграл очень много и ни одного ящика за реальное бабло не покупал Посмотрим, на самом деле еще рано что-то говорить и делать какие-то выводы на этот счет Нам также обещают события или потасовки Я их так лучше назову, потому что те, кто играл в Overwatch, вам это ближе То есть будут какие-то ивенты, ограниченные по времени Из которых мы можем выбивать контент для своих персонажей Опять же, это будут скины, доктаги Скины для оружия, это непосредственно для самого персонажа Но мне непонятно, как будут карты выбиваться Или они просто будут доступны после прохождения ивента И непонятно, можно ли будет вернуться к этому ивенту Или он будет закрыт, точно так же, как в Overwatch Интересная идея, если ее перенесут в том же виде, что она есть сейчас в Overwatch Думаю, будет очень интересной и популярной И очень долго будет поддерживать интерес аудитории Стрельба Стрельба, наконец-то то, о чем я говорил Стрельба, наконец-то станет нормальной То есть она не будет какой-то рандомизированной И даже не будет похожа на стрельбу, как в Battlefield 3 А скорее будет похожа на стрельбу из Bad Company 1 и Bad Company 2 А вспомнисью Counter-Strike В 2018 году, видимо, стало модно делать скиллозависимые шутеры Буквально совсем полторы недели назад Нам показали Black Ops 4, где те тоже Activision и сказали о том, что их стрельба будет иметь определенный паттерн И нам нужно будет его контролировать И будем, соответственно, учиться с Pre-Control Точно так же, как и КСеры И, соответственно, сейчас нам говорят, что в Battlefield 5 Будет точно такая же фишка Никакого рандома Исключительно одинаковый паттерн Ну, соответственно, для одного типа оружия А между оружием он, соответственно, будет отличаться И аттачменты, которые будут действительно влиять на технические характеристики оружия И я очень на это надеюсь Что же касается в общем мультиплеера Общее впечатление по трейлеру и о том, что нам сказали на презентации Как мне кажется, Сидж все-таки повлиял на рынок в целом Так же, как в их серии Souls, Demon's Souls, Dark Souls Повлиял на рынок слэшеров И, как вы видите, God of War 2018 года очень сильно похож на эту серию То и Сидж внес свою лепту в игровую индустрию Call of Duty Black Ops 4 очень сильно похож на Сидж То есть там кооператив будет на пятерых человек Где эти пять человек будут очень сильно связаны между собой И будет какая ролевая игра Overwatch, который тоже имеет принцип распределения ролей И теперь Battlefield 5 тоже будет сосредоточен именно на ролев У каждого персонажа будет своя задача И он будет по-своему необходим своему отряду И играть по-другому у вас не получится У вас будет малое количество патронов Вам будет необходимо получать эти патроны у товарища по команде У вас, я так понял, не будет больше ускоренной регенерации Как она есть, например, в Battlefield 4 и в Battlefield 3 Вы не сможете полностью выхилить себя сами Но это спорный момент, как мне кажется Все-таки медик должен себя-то лечить однозначно И поэтому DICE и Electronic Arts все больше настаивают на командном взаимодействии Насколько это правильно, непосредственно поживим увидим Мне, например, к человеку-одиночке не особо интересно играть в такого рода игры Именно поэтому я не играю в Сидж Потому что без нормального отряда играть в эти игры невозможно Почему я забросил Overwatch? Потому что там очень много руинеров И нормально поиграть с нормальным тиммейтом у вас редко когда получается И если Battlefield 5 все-таки не будет соблюдать эту золотую середину Эту грань перейдет непосредственно на сторону именно абсолютно командного взаимодействия То тогда ему придется удаляться в киберспорт Иначе никак Главное, чтобы у Electronic Arts и у DICE все получилось Ну а на этом у меня все Спасибо, что вы слушали мои мысли Как-то это сумбурно, но потому что это лайв-запись Повторяюсь, если вы не заметили эту плашку в самом начале И в конце посмотрите трейлер Battlefield 5, который сварганил я Потому что основной и оригинальный трейлер все-таки как-то немного скучноват В отличии от трейлера Battlefield 1 Но с точки зрения визуального контента он мне нравится Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzок Дима Торзок Дима Торзок Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok